После Второй мировой войны США стали разрабатывать серию боевых машин, которые должны были заменить состоящую на вооружение технику. Танки М4 «Шерман» уже устарели, и их постепенно меняли на М26 и его модернизированную модель М46. Но в этих танках использовались технологии времён Второй мировой, а не передовые наработки конца 1940-х. Точно так же М24 «Чаффи» был создан на базе М5 «Стюарт», основой для которого послужил ещё более ранний танк, так что проблема происхождения машин здесь очевидна. Тремя новыми моделями должны были стать Т-41, Т-42 и Т-43. Т-41 был лёгким танком, который впоследствии превратился в М41 «Уокер Бульдог». Т-43 после некоторых задержек стал тяжёлым танком М103. А вот разработка Т-42 слегка забуксовала, когда началась Корейская война. Что привело к танковой панике в рядах Южнокорейской армии. Командование армии США не собиралось ждать, пока все проблемы с Т-42, в основном с его корпусом, будут улажены. Поэтому было принято решение взять башню от Т-42 и буквально прилепить её на слегка модифицированный корпус М46. Так появился М47, который после недолгих испытаний был одобрен и запущен в производство. Разработка Т-42 продолжилась. Корпус в итоге послужил основой для среднего танка Т-69 с качающейся башней. Мы снова в Музее военных технологий в Калифорнии, и сегодня посмотрим на выставленный здесь М47. Думаю, вы уже знаете, как всё будет. Сначала осмотрим танк снаружи, его корпус и башню, а потом заберёмся внутрь. Поехали! Итак, начинаем. Верхний лобовой лист корпуса толщиной 102 мм расположен под наклоном 60 градусов. Бронеколпак вентилятора, который был на М46, убрали, но курсовой пулемёт остался. Броня во лбу башни также имеет толщину 102 мм, но размещена под наклоном 40 градусов. Она расположена под углом не только вертикальной, но и в горизонтальной плоскости. Так что если снаряд попадёт в лоб, приведённая броня будет немного толще. Здесь есть очень показательные отметки на крыльях машины, поэтому я вкратце расскажу об обозначениях единиц техники. Треугольники обозначали бронетанковые части и соединения квадраты пехотные. Также можно было использовать ещё несколько символов. Отметки на одном крыле сообщали бортовой номер техники, информацию о взводе и роте, а отметки на втором указывали принадлежность к более крупному соединению. В данном случае на правом крыле указано «Первый батальон 33-го танкового полка 3-й танковой дивизии». На другом крыле написано «Си-2-4», то есть танк входит в состав танковой роты «Чарли». Это четвёртый танк второго взвода. В целом, такая система обозначений используется до сих пор. Не так много всего на передней части корпуса. За защитными решётками находятся осветительные приборы различных типов — инфракрасная фара, габаритный огонь и обычная фара. Фара затемнённого света установлена отдельно. Грузовые петли, ни за что не догадаетесь, предназначены для подъёма танка. Уже упомянутый мной курсовой пулемёт, крепление для буксировочного троса. Перископы в люках мехвода и помощника мехвода имеют конструкцию времён Второй мировой. Они поворачиваются налево и направо, а также наклоняются вперёд и назад. Оба перископа, естественно, защищены решёткой. Решётка вращается вместе с перископом. Этот болт является первым шагом на пути к регулировке натяжения гусениц. Чтобы получить доступ к натяжному механизму, нужно поднять крыло. Крыло держится на петлях, очень простая система, но по инструкции его ещё нужно и привинчивать. Могу только представить, как часто в полевых условиях танкисты не заморачивались с этим. Но по правилам болт там должен быть. Когда вы открутите зажимную гайку, нужно взять очень большой гаечный ключ и пару крепких парней, чтобы сместить ленивец вперёд или назад и отрегулировать натяжение. После этого нужно вернуть на место гайку. Здесь можно заметить небольшие зазубрины. Треугольные зубцы, которые удерживают натяжной рычаг, а зажимная гайка прижимает регулятор ленивца к рычагу, как и должно быть. Регулирование натяжения гусениц — всего лишь вопрос грубой силы и времени. К счастью, такую систему мы уже не используем. Подвеска передних катков немного замысловата. Рычаги торсионов первого и второго катков установлены рядом. Чтобы сэкономить место, конструкторы перевернули рычаг первого катка против хода движения. Обычно рычаги торсионов направлены в заднюю часть корпуса. И так практически на любом танке. В данном случае конструкторы добавили шарнир между опорным катком и ленивцем. Это позволило сократить длину корпуса, сохранив при этом нужный наклон для угла между гусеницей и свесом корпуса. Загвоздка здесь в том, что расстояние между первым катком и ленивцем очень маленькое. Если рычаг опорного катка длинный, то когда он опущен вниз и на пути попадается какое-нибудь препятствие вроде камня или кочки, рычаг будет толкать каток вверх и назад. Чтобы избежать этого, рычаг переднего катка подняли вверх, чтобы между ним и амортизатором получился тупой угол. Теперь при столкновении с препятствием рычаг смещает каток вперёд, а угол становится близким к прямому. Чтобы хватало пространства для поднятия катка, ленивец немного сдвинули вперёд и соединили шарниром с рычагом первого опорного катка. Поэтому с внутренней стороны стало ещё больше соединительных деталей. Когда поднимается каток, ленивец начинает двигаться вперёд. При этом увеличивается натяжение гусеницы, так как при смещённом первом катке изгиб гусеничной ленты становится меньше, и её длина между ленивцем и вторым катком уменьшается. Вы можете видеть также и другие детали подвески. На первом, втором, предпоследнем и последнем катках установлены амортизаторы. Ленивец также оснащён амортизатором. А отбойники со спиральными ленточными пружинами предотвращают сильное раскачивание толкающих штанг. Гусеницы были либо модели Т-80Е6 с металлическими накладками, либо модели Т-84Е1 с резиновыми накладками. Всего по 86 траков с каждой стороны. Ширина 41 сантиметр. Это двухпальцевые гусеницы с традиционной соединительной планкой на торце и удерживающим её коническим болтом. Центральные направляющие двузубчатого типа. Вот эту деталь наш оператор назвал рудиментарным хвостом. Это было место крепления натяжного ролика гусеницы. Это выглядело как поддерживающий гусеницу каток на телескопической штанге с торсионом. Его задачей было поддерживать давление на гусеницу и выталкивать её наружу, обеспечивая натяжение ленты вне зависимости от состояния остальных катков. Эта система оказалась бесполезной, поэтому ролик демонтировали спустя какое-то время. Но его можно увидеть на некоторых фотографиях танков полевых условиях, а также на некоторых тяжёлых танках Второй мировой и даже на некоторых М48. Теперь посмотрим на заднюю часть машины. Здесь, как обычно, установлены сигналы заднего хода, тут грузовые петли, далее расположен ящик с телефоном для пехоты. Он частично открывается. Телефон с этой машины сняли. Ниже находятся люки. Центральный люк даёт доступ к трансмиссии, а два люка по бокам — к тормозной системе. Ещё ниже установлены крепления для буксировочного троса. Также здесь есть шкворень для буксировки, например, прицепов. Можно поспорить насчёт того, хорошей ли идеей является танк с прицепом. Оснащение танков прицепами было популярной тенденцией 1950-х годов. Тогда на танки ещё устанавливали бензиновые двигатели, которые были ужасно неэкономичными. Так что в теории прицеп с топливом мог несколько увеличить запас хода. Лучшими были одноколёсные прицепы для британских танков «Центурион». С прицепами также экспериментировали и в армии США, но в итоге ни один вариант так и не оказался приемлемым. Переходим к башне. Можно сразу заметить бронированные головки дальномера по одной с каждой стороны. Они также известны как «Лягушачьи глаза». Здесь находятся поручни для пехотинцев, которые ехали на броне. Правда, обычно сюда вешали груз. Например, вещмешки и сумки со снаряжением. Их привязывали к этим поручням. А вот зачем этому танку жёлоб для отвода дождя, я совсем не понимаю. Не знаю, зачем его установили, ведь машина эта построена для сражений на открытом воздухе, и значит, может намокать. Может быть, поэтому такую защиту редко можно увидеть на танках. С местом для укладки вещей проблем не было. Вдоль бортов установлено много ящиков. Мои ноги, например, сейчас стоят на таком. В основном там хранились наборы шансовых инструментов и ремкомплекты на случай поломки гусеницы. А теперь немного повеселимся. Я повернул башню, чтобы её задняя часть не закрывала мне доступ к различным решёткам и люкам на моторном отсеке. Сейчас мы откроем крышки двигателя по бокам и трансмиссионный отсек прямо подо мной. Мне всё равно нужно размяться, так что вперёд. Посмотрите, какие толстые эти решётки. Они достаточно тяжёлые. Помимо этого, первая решётка привинчена, а остальные открываются по очереди. Надо сказать, что хоть машина и выглядит немного потрёпанной, она находится в рабочем состоянии. Подо мной находится Continental AV 1795B. Это карбюраторный двигатель V12 объёмом 29,4 литра с электрическим зажиганием от магнета. Чтобы добраться до него, нужно убрать масляный радиатор. А чтобы убрать радиатор, нужно сначала открыть эти решётки. Несмотря на то, что они привинчены, а у нас сейчас нет подходящего ключа, я знаю, что они достаточно легко снимаются. Правда, для этого понадобится два человека. Но в полевых условиях сделать это совсем несложно. В пустую нишу справа устанавливался вспомогательный мотор мощностью 13,6 лошадиных сил. Он использовался для работы различных систем танка, когда не требовалась мощность главного двигателя. Это позволяло немного сэкономить топливо и не создавать лишнего шума. С этой машины его сняли. Двигатель можно завести вручную, так что если вдруг аккумулятор полностью разрядится, вы не пропадёте. Так как это двигатель с магнета, можно обойтись и без аккумулятора. Когда мотор запущен, магнета позаботится обо всём остальном. Всего четыре аккумулятора. Все на 12 вольт, что даёт стандартные 24 вольта при работе двух аккумуляторов в паре. Масляный бак — щуп для проверки уровня масла. Находятся они не рядом. Горловина бака сзади, а щуп впереди. Масляный бак, объём — 45 литров. Сзади находится трансмиссия CD854. Как я уже объяснял в видео про М56, это трансмиссия с поперечными передачами входной мощностью 850 л.с., четвёртая модель. Управление осуществляется дифференциалом с контролем проскальзывания. Максимальная скорость — 48 км в час. Задним ходом — 20 км в час. С левой стороны двигателя находится горловина масляного бака. И щуп, который установлен прямо в ней. Нужно следить за тем, чтобы ничего не уронить. Как вы знаете, знаменитый монстр из башни поедает всё, что вам нужно. Например, ручки, карты, да что угодно. Точно так же монстр из корпуса забирает болты, гайки, инструменты и другие вещи, которые вы можете уронить внутрь. Если вам они действительно нужны, потребуется разбирать всю конструкцию. Так что настоятельно рекомендуется ничего не ронять. А вот и сам щуп. Довольно длинный. Бак вмещает 60 литров масла. Как я уже говорил, машина находится в рабочем состоянии. Подо мной также находится один из двух вентиляторов системы охлаждения, который забирает воздух и выдувает его сзади. Произведён компанией Сойер Бейли в городе Баффало, штат Нью-Йорк. Сзади находятся поперечные передачи трансмиссии. Масло для неё заливается вот здесь. И ещё один длинный щуп. Этот бак вмещает 87 литров трансмиссионной жидкости, что намного больше, чем объём бака обычной бензиновой машины. Сама трансмиссия весьма компактная. Коробка передач расположена по оси корпуса. По бокам от неё механизмы торможения. Как уже говорилось, доступ к ним осуществляется через люки в кормовом листе корпуса. Ближе к бортам находятся бортовые передачи, а также главная понижающая передача, которая передаёт усилие на ведущие колёса. Стопор орудия в походном положении также находится на корме. Он состоит из хомута с шарнирами и винтовым замком, фиксирующим орудие. Это намного проще сделать, когда орудие здесь. На этом мы завершаем первую часть серии. Теперь я с удовольствием всё здесь закрою, поверну башню вперёд и приготовлюсь ко второй части, в которой мы снова с вами увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok